Сейчас я сделаю формировку данному прекрасному, великолепному экземпляру. Это боярышник сливолисный. Очень люблю работать с этим растением. Применяю всегда практически в строительстве, в садово-парковом искусстве. Значит, что мы здесь сделаем? Мы сделаем из этого боярышника неваки. У нас здесь есть ощутимые плюсы этой заготовки. Это, во-первых, его первая двухствольная форма. Это раз. И второе, вы можете видеть, это на разных уровнях у нас находится верх. То есть у нас один так называемый брат, пока мы его назовем, выше, другой ниже. И вот данной его отличительной особенностью мы как раз воспользуемся. Для подчеркивания как раз индивидуальности этой работы. Значит, у нас здесь есть верхний ярус. Вот он. Мы его зарежем. Это у нас будет верхний ваки. Дальше мы поработаем с низом. Это у нас низ. Здесь мы применим все классические приемы формирования неваки. Это значит нечетное количество ветвей, исходящих, так скажем, из одного уровня, из одного яруса. И максимально мы это неваки приблизим именно к природной форме. То есть мы его максимально будем делать асимметричным. Применим здесь также и правила несимметричного треугольника. Ни в коем случае, чтобы он не был ни разносторонний, ни прямоугольный и прочее-прочее. Ну вот, в общем-то, сейчас начнем работать. Здесь пока я наметил три яруса, один из которых верхний. Вот. Но сейчас в процессе обрезки мы уже примерно сформируем уже ту работу, которая дальше будет уже застригаться. И я с ней буду работать уже в питомнике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, ну все, произошла первая формировка у боярщика сливолистного в стиле Неваки. Поработал с ней с огромным удовольствием. Пока работал, уже наметил план, то, как я в будущем с ней буду работать. Деревья после первой формировки всегда выглядят так примерно. Вот. Значит, какие отличительные особенности я здесь использовал? Первое. Я в деревьях очень люблю пороки кроны, которые у них есть. Потому что эти пороки можно очень классно использовать в формировках и получать очень интересные на выходе продукты. То есть не после первой, конечно, обрезки, а это уже через 2-3 года. Первый. Значит, у нас двухствольная форма. Мы обязательно поработали с... наметили верхний ярус. Вы видите, он у нас не на одном уровне, и это очень хорошо. Они как раз и сформированы сейчас... Ну, они были заложены на разных уровнях. И количество ветвей, которые я оставил на каждой вот этой мутовочке, оно является нечетным количеством. То есть это азы формирования стиля Неваки. Дальше у нас намечены нижние ярусы. Это второй ярус. Вы видите, они у нас опять-таки на разных уровнях. И веточки были оставлены. Во-первых, первое, чтобы они покрывали полностью свой сектор. То есть это вот так по кругу, чтобы была крона у будущего Неваки гармоничной. Это раз. И второе, мы оставили самые молодые веточки. Потому что они более дееспособны. Первое, это раз. Второе, более гнущиеся, это два. И третье, так как мы сейчас поработали, убрали аппекальное доминирование, то есть поработали сверху, у нас здесь проснется очень хорошее количество почек, из которых мы дальше можем уже формировать наши лапки. Дальше мы спускаемся вниз уже, и мы видим, здесь я использовал вот так называемые такие пороки, вот эти изгибы. То есть вы видите, что у нас и с этой стороны я специально на изгиб обрезку сделал. Эта веточка пошла, эта пошла на изгиб, и эта на изгиб. Но в тот же момент мы их потом растянем, и они уже будут покрывать тот сектор. И здесь также, видите, я поработал с изгибом, то есть здесь будет такой изгибчик. Здесь у нас в этом сектор растет, и в этом сектор растет. И вы видите, да, что уже работа, она на данном этапе сбалансирована, то есть у нас намечены все основные, так скажем, пространства, которые мы заполняем. Ну и все, и дальше это уже будет высаживаться, растягиваться. Ну и ждем весны, просыпания почек, и дальше начнем с этим Неваки работать. Я думаю, что где-то 2-3 сезона, и она уже примет, наверное, какое-то такое вот первое очертание этой работы. Ну а моя задача остается простая. Это уже в силу той философии, которую сейчас я рассказал, что я здесь применял, как я это мыслил, это этой работе придумать название и вложить в нее очень глубокий смысл. Чтобы это была не просто Неваки, а была Неваки с какой-то творческой задумкой, с какой-то философией, большой исторической справкой и историей. Так что всем хорошего дня, а мы прощаемся с Боярышником Сливолисным.